Что ж, обещала я дойти вам до улицы Багратиона. Наконец-то я до нее дошла, обойдя все вокруг, все что можно. Ну это знаете, как говорится, для бешеной собаки 7-верстный крюк. Это самое начало улицы. Здесь, в принципе, ничего такого особенного нет. Обычные дома уже, я так понимаю, в дне самой старой постройки. Здесь никаких, в общем-то, достопримечательностей. На Багратионе еще осталось такое здание, которое, знаете, еще в наше советское время называлось Ремботехника. Знаете, оно здесь и сейчас так же называется. И используется, в принципе, возможно, как и раньше. Тут всякие сервисы такие небольшие, доморощенные находятся. Небольшие, маленькие магазинчики, такие типа киосочков. Так, вон, кстати, филармония за Рембо-техникой сразу находится, практически сразу. Вот здесь скверик такой, тоже симпатичный. Давайте пройдем немножко. Ой, господи. Да, на улице становится скользко. Снег летит, под ногами появляется уже лед. Елочки. Летом весной каштаны цветут здесь. Мы с вами уже видели этот скверик. Я уже гуляла по нему, снимала летнюю здесь весеннюю красоту. Первые этажи, в основном, конечно же, заняты маленькими магазинчиками. Ну, либо сервисами, да. Судя по всему, здесь от старых времен ничего не сохранилось. Все, что мы здесь видим, скорее всего, скорее всего, я не берусь утверждать, я не историк, не специалист, конечно же, по городу, но я подозреваю, что все это уже либо новодел, либо это уже после военной постройки. Торговый ряд сплошняком идет просто. Все, что душе угодно. В 19-м году... Ой, господи, я уже запуталась в годах. В прошлом году, в 20-м, на Багратиона дорогу ремонтировали. Я так понимаю, что и плиточку здесь тоже немножко подделали, потому что, в общем-то, и тротуар привычный, ну и, соответственно, дорога. Дорогу я точно видела, что делали в прошлом году, потому что прям капитально ремонтировали. Улицу, дорожное полотно. Вот то, что стало. Конечно, водоотливы на тротуаре никто, конечно же, не сделал. А не мешало бы, не мешало. Потому что, если так все будет плавать здесь, то после даже небольшого снежка можно утонуть. Ну и уличную торговлю никто не отменял. Фиосочки, бабушки сидящие. Здесь все есть на улице. Давайте посмотрим. И масло, и колбаска. Все, что душе угодно. Добрый день. Когда сильно масло это? Ладно, дайте мне вот тот самый маленький кусочек этого антрикода. И овощи, и фрукты. У нас торговля прям кипит. Ой, господи. Все, разобрались. Бабулечки сидят. И тыквы, и мед, и овощи, и домашние заготовки. Красота. Яйца даже смотрю свои. Яйца даже смотрю свои. творог сметаны зелень картошка а где торговля идёт полным ходом на той стороне у нас магазин семья круассан кафе ну вот в принципе теперь вы имеете представление что как выглядит да и что себе представляет улица багратиона яблочки а вот это впереди у нас уже ленинские просветы непогода так дойду до теперь богдана хмельницкого потому что нужно уже заканчивать видео вот так выглядят дворы местные без прикрас сейчас я уже сказала да что две трасси в сторону богдана хмельницкого здесь буквально метров сто сейчас дом пройдем и окажемся там откуда мы с вами начали сегодняшние сегодняшний поход спасибо всем кто досмотрел это видео до конца если вы не подписаны на мой канал подписывайтесь я рада каждому из вас а сейчас пока пока завтра пока пока мою петра add